Бой начинается! В общем, смотрим сначала от лица главного героя, как он действует, куда едет. И, кстати, карта Энск. Это встречный бой. То есть, видим, в начале переезжает эту железку. Понятное дело, что здесь ее по-хорошему можно просветить, что, в принципе, враги сделали наш ИС-6 в засвете и начинают огонь по всем. А вся толпа наших поджалась и осталась здесь дефить зеленку. От кого база? Ведь там что они там делают? Какая-то часть вообще стоит прямо на респе и ничего не делает. Непонятно, ребята, не их действия, но это рэндом. То есть, тут квасу просто настолько везет, что снаряд от него рикошетит и отлетает. Дальше лев, лев, который получает от нас на 379. Наша толпа вроде как задвигалась и начала потихоньку переезжать железку, но, возможно, она просто испугалась, что там просвечивают и стреляют или еще что-нибудь. Но меня больше всего удивляет та часть, которая осталась прямо на респе и где-то там что-то движется, куда-то там поддомик поджимается, что-то делает. Непонятно. Вот чего они хотят от этой игры и зачем они заходят в бой, мне вообще непонятно, как они там действуют. Ну, здесь хотя бы наш герой остался с 44-кой, и они там хотя бы вместе друг друга могут прикрывать. Пока что счет 0-4. На самом деле это не сильно страшно. И сейчас можно еще тащить. Ну, если, конечно, ВБР опять же позволит. Здесь наша шестерка аккуратно выезжает и ждет противника. То есть, кто-то ее засветил, там повалилось дерево, кто же здесь пока еще непонятно. Вот опять что-то упало и выезжает тигр. На 377 ему стреляем. На самом деле можно было бы и больше. Вы, кстати, посмотрите, стояла там наша толпа. Приехал один 112-й и просто половины толпы уже нет. Ну, кто уехал, успел уехать, тот успел. А остальные сдохли. Очень удивляет. Ну да ладно, пока здесь идет перестрелка с тигром первым. Та вся толпа, которая поджалась под те сарайчики, к этому времени решила вдруг опять вернуться на респ. Блин, там же 112-й, Рош! Надо туда возвращаться! А здесь происходит настоящий анал-карнавал! Наши Лыса 6-го настолько жестоко разбирают со всех сторон, что это просто жесть! Но вы только посмотрите! Спереди 4 противника! Сзади Е-25 еще заехал! Очень печальная ситуация! Что надо делать? Ну, забираем уже того, кого мы все это время стреляли. Это Лев! Ну, точно, все его забрали! Дальше Е-25, которая вообще тут не к месту стреляет нам! ИТ-25-2! И КВ-2 нас вообще фугасом добирает! Просто с КПД-515! Вот это вообще жесть! Остался один ИС-3! Который, к сожалению... Ну, и КВ-1С еще! КВ-1С не жилец, а ИС-3 простоял все это время! Ну, как все это время? Где-то вот в этом периметре он побыл, в этих квадратиках! Ничего не сделал! Там одного убил как-то случайно! В общем, вы понимаете, каков исход этого боя! А мы сейчас посмотрим данный бой с свободной камерой, с свободного полета, чтобы наглядней следить за действиями наших сокомандников! Итак, смотрим в режиме свободной камеры с перемоткой Х-2 за действиями наших умельцев! Итак, вот эта часть, которая осталась на базе! Квас сразу же попадает в водозасвет и получает две плюхи! Встается просто шотно! Как говорится, не успел отъехать вовремя! Вовсе теперь встал на гуслю, починил ремкомплектом и сдох! Просто сдох! А ИС такой думает, блин, откуда в него стреляли? Надо же найти противников! В общем, что он делает? Он ничего не делает! ИС ведь слепой танк! Он как-то увидел там ИСа-3 и готов посмотреть болванкой! Засадил ему просто повезло! Тем временем, сам находясь на открытой местности, очень быстро подыхает! Просто потому, что не стоял за препятствием! А тем временем немецкая картонная ПТшка, понятное дело, засветилась! И, само собой, что она может сделать, когда она в свете? Ничего! Стреляет с 11-го ПЛТ! ВХ вообще до корупа лес! Что тут происходило? Что за хинея? Я вообще этого не понимаю! Но наша часть, та, которая спряталась за сараями, увидела, что бедных сокомандников обижают и мчится на помощь! ИС выезжает портом! Получает плюху! Да нафига думать! Нафига выезжать лбом! Ведь у меня есть чьи-то борта, в которые нас, типа, никогда не пробьют! Но есть же расстояние между близким с ним и чьим-то бортом, куда можно пробить! Ну, пофигу, короче! 416-й вообще решил ворваться в самое пекло и подхватить от каждого! Там стоит борщ, там, Ягдпантера вторая! Вообще там дофига кого, если так уже быть точным! В общем, остался только здесь наш ИС-3, за которым приехал... Ну, Т-44, за которым приехал, и всё, ребят! На этом бой так быстро закончился! В общем, надеюсь, вам нравится данная рубрика! Обязательно пишите в комментариях, стоит ли её продолжать, потому что что-то, судя по просмотрам, как-то не особо она всех устраивает! Но жду от вас, если что, там, конструктивные критики и так далее! Конечно же, напоминаю вам, что можете принять участие в символическом розыгже 100 золота! Для этого вы должны быть подписаны на канал, вы должны поставить лайк под видео, и вы должны оставить комментарий, в конце которого вы укажете свой игровой ник! На этом, ребят, всё! Поменьше вам таких турбосливов, удачи вам в боях и счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!